То есть это авторитетный хороший доктор, и она где-то, может быть, возможно, и пережимала точку. И вот то, что я анализировала Инстаграм, я, конечно, пришла к выводу, что были пережимы воспитания, скорее всего. И девочка таким образом, возможно, ведя вторую жизнь, она как-то расслаблялась. Возможно, знает версии. Марин, давайте скажем, что Катя, начало учебы и Катя 2019, это разные люди по внешности. Что Катя менялась, и я знаю, что многие писали ей комплименты, что как она удачно делала пластику, как она преображалась, расцветала. Я слабовала, в числе тех, кто... Так, девочка, не завидуете, да? Простите. В принципе, я как бы это замечала, естественно, что наши пути разошлись после второго курса. А уже где-то на курсе четвертом я ее в рекомендациях увидела. Ну, друзья-друзей, в смысле, добавила друзья. Ну, это совсем, конечно, другой человек. Но она работала над собой, она как бы занималась спортом. Это все можно проследить на ее страничке. То есть она действительно вкладывала в себя. Но в интернете, как я понимаю, Алекс был компромат на Катю, да? Какие-то фонды, фотографии, которые время от времени появлялись. И, к сожалению, есть на различных сайтах, где она предлагала свои услуги. То есть эти сайты, конечно, они заблокированы, но через VPN ими пользуются. Там есть клиенты, которые выставляют оценки. Проститутка, простите за это слово. Проститутки пишут, в свою очередь, благодарность. В частности, она писала благодарность даже год назад тому самому Гарееву, который ее в итоге убил, за высокие оценки. И, конечно, там, честно говоря, многие комментарии даже произнести невозможно, потому что там клиент предъявляет какие-то анатомические претензии. Например, что ты вот так не умеешь. И она отвечает, ну, хорошо.